Друзья, всем привет! Сегодня посмотрим, насколько хорошо GPT-4 Omni справится с написанием торгового робота для Binance. Будем писать код только по запросам GPT. Также 10 июля начинаем обучение по программированию торговых алгоритмов. Цены сделал гораздо доступнее для всех. Будем начинать с нуля до самостоятельного написания торговых роботов. Анонс обучения и подробная информация в моем телеграм-канале. Приятного просмотра! Итак, сразу будем делать запрос в GPT. Бот у нас будет основан на индикаторе RSI и на пересечении скользящих средних, индикаторе EMA. Итак, для этого понадобится указать GPT, куда мы будем делать запрос, что мы будем получать и что анализировать. Итак, для этого обязательно обратимся к документации Binance. На обучение будем разбирать максимально подробно документацию, чтобы каждый мог в ней ориентироваться и работать с ней самостоятельно. Итак, мы возьмем запрос на свечи. Давайте, наверное, лучше попробуем сделать скриншот. Ставим его в GPT. И укажем также базовый URL, на который будет делаться запрос. Теперь опишем, что мы хотим получить. Начальный запрос будет в виде примерно вот так. Я не использую SDK для запроса в GPT, потому что у GPT могут быть необновленные данные и он будет как-то неправильно использовать SDK. Поэтому я решил лучше загрузить в него конкретно запрос и как параметры в этом запросе выглядят. Давайте попробуем сделать такой запрос. Итак, получаем ответ. Давайте пробуем вставить этот код. Пока у нас используется здесь один символ. Это биткоин. Интервал задан 1 час. И лимит в 100 свечей будет задаваться. Давайте попробуем пока просто запустить. Так, ну все компилируется, все работает. Здесь я еще вывел RSI, чтобы посмотреть. Здесь у нас пишется RSI. И пока не подходит ни под какое условие, поэтому сигнала никакого не следует. В принципе, первый запрос прошел хорошо. GPT сам без ошибок все вписал. Теперь будем как-то улучшать этот код. Давайте его попросим, чтобы у нас программа работала не с одним символом, а, например, со списком символов, чтобы для каждого делался анализ, для каждой торговой пары. Делаем просто запрос. Сейчас посмотрим, как GPT поменяет код. Итак, здесь он сделал список символов. Давайте так же скопируем просто. И попробуем здесь вывести print symbol и current RSI. Просто посмотрим на RSI. Здесь смотрим, у нас сон устанавливает на секунду. Но смысл этого сна, GPT вот написал, чтобы не превышать или меньше запросов. В этом есть какая-то логика. Если у нас будет большой какой-то список пар, так, в принципе, пока у нас нет смысла этого вставлять. Но, в принципе, все работает, все хорошо. Давайте попробуем убрать сон. Ну, то есть запросы так же идут, но все равно долго. Поэтому давайте попросим GPT сделать запрос асинхронным, чтобы мы сразу получали результаты по всем нашим парам. Делаем простой запрос. Просим сделать наш код асинхронным. Итак, код мы получили. Давайте так же скопируем, просто вставим. И так же здесь увидим. Ну, как мы видим, сразу получили по всем парам. Здесь у нас стоит сон на час, чтобы мы получили следующий результат ровно через час, так как мы используем часовые свечи. Это не совсем эффективно, но, в принципе, это может подойти как вариант реализации. Теперь давайте попросим GPT. Укажем ему запрос о получении всех пар. Так как мы используем базовый URL для фьючерсов, то давайте запросим у GPT, чтобы он получал список всех торговых пар с фьючерсов и анализировал их подобным образом. Так же укажем ему запрос. Так же делаем скриншот. Здесь мы просто в документации нашли в разделе Market Data Endpoints информацию по всем парам. То есть Market Data Endpoints — это вся открытая информация, которая никак не связана с аккаунтом, и нам необязательно заполнять API-ключи, чтобы получить ее. Поэтому мы берем просто Exchange Information, то есть информация о всей бирже, и здесь у нас содержится вся нужная информация по определенным парам, по всем парам. Поэтому мы делаем скриншот данного запроса и скопируем также response. Указали response, указали скриншот, запрос, и просто написали, что мы хотим видеть. Итак, мы получили ответ. Здесь у нас функция, которая получает все символы. Давайте просто проверим ее, просто запускаем. А давайте выведем. Просто выведем список символов наш. То есть мы получим список символов, все работает. И мы даже получили сигналы по некоторым парам. Видим, здесь у нас символы есть, все нормально мы получили. И у нас прошли сигналы по пяти парам. Пока у нас никакой логики вхождения в сделку нету, это мы добавим чуть позже. Также давайте ради интереса посмотрим, сколько всего пар. Просто выведем длину нашего списка. 312 пар. И наш код делает одновременно 312 запросов на свечи. И, как видите, мы не нарушаем никакие лимиты запросов в Binance. И запрос проходит хорошо. Но все же такое может быть не всегда. И для этого существует WebSocket. Это мы подключаем просто прямое соединение к бирже и получаем те же свечи, только в режиме реального времени. Не нарушая никакие лимиты и так далее. Поэтому мы можем подключить WebSocket на каждую свечу и получать свечи в режиме реального времени. Для WebSocket у нас будет отдельный URL. Как видим, здесь у нас стоит F, значит это для фьючерсов. Также скопируем его. И укажем GPT. И найдем сейчас поток на свечи. Также видим, что у нас здесь написано Streams, что значит потоки. И это конкретно относится к WebSocket. Также у нас здесь есть всякие параметры, инструкции, которые нам нужны. И мы также скопируем это просто и укажем GPT. Делаем скриншот. Итак, мы указали наш скриншот, базовый URL для WebSocket. И указали, что мы хотим видеть. То есть после первого синхронного запроса на свечи, мы будем подключать WebSocket по каждой паре. И после того, как будет закрываться свеча, WebSocket это будет улавливать и делать новый анализ по индикаторам. Итак, GPT написал нам ответ. Давайте скопируем код. И так как я писал, чтобы код наш анализировал свечи после закрытия, то GPT добавил проверку на закрытие свечи. У нас есть такой параметр. У нас есть параметр X, который как раз-таки отвечает, закрыты ли свеча. И после того, как мы будем получать X true, значит мы будем сразу же делать анализ свечей. Давайте посмотрим, будем ли мы получать какую-либо дату. Видим, мы получаем много сообщений. Здесь мы видим, по какой паре мы получаем. И здесь уже дальше идут данные по свечам. Конкретно по последней свече. Здесь не особо удобно это выводится. Сейчас мы сделаем более корректный вывод. Но пока вот видим, что у нас X-Folds, например. И так вот, я сделал просто корректный вывод. Здесь видим пару. И видим, закрыты ли свечи или нет. У нас как раз сейчас 59 минут. Давайте просто выведем здесь все, если у нас закроются свечи. Сейчас ничего не должно выводить. Итак, свеча подходит к концу. Сейчас мы, по идее, должны получить сообщение, что свечи закрыты. Да, получаем. То есть по всем парам true. Все работает. Теперь мы можем придумывать какую-либо логику, как мы, например, хотели, чтобы анализировать свечи после того, как они уже закрыты. Кстати, важный момент. Сейчас увидел, что GPT подключил нам не часовые свечи, а минутные как раз-таки. То есть мы будем получать закрытие свечи каждую минуту. Чтобы получать закрытие свечи каждый час, нам нужно будет указать здесь 1H, то есть 1Hour. Давайте еще попросим, чтобы GPT анализировал последнее пересечение, которое у нас было на предыдущих свечах. А именно пересечение средних. То есть чтобы мы определяли, как у нас идет тренд. Описываем логику, которую мы хотим видеть, определение тренда и условия для входа в позицию. Я попросил также пока ордера не добавлять, а то если это не указать, он мог бы добавить. И, вероятно, они, возможно, неправильно были прописаны. Давайте пока просто вставим код. Итак, у нас появилась новая функция. Process Client Data. И здесь мы должны определять текущий тренд. Давайте попробуем запустить фото. И я только сейчас заметил, что GPT сделал достаточно серьезную ошибку, которую мы не закладывали в нашу программу. Он полностью убрал запрос на свечи. То есть теперь у нас подключается только WebSocket, и в нем должно накопиться определенное количество свечей, чтобы мы смогли что-то анализировать. Если мы, например, будем анализировать часовые свечи, то нам нужно подождать 14 часов, чтобы проанализировать тот же индикатор RSI с длиной 14. А это огромная неэффективность бота. Поэтому давайте об этом скажем GPT. Указали ему ошибку. Посмотрим, как он ее исправит. Ну и давайте пока попробуем просто запустить, посмотреть, компилируется ли все. Так, хорошо. Код работает, тренд определяется. Но делается это также медленно, как мы видим. Давайте попробуем сделать функцию синхронной. Просто напишем async. И здесь добавим коррутину. Потому что мы сделали функцию синхронной, не помогло, так как у нас подсчет идет при получении закрытой свечи. Что также замедлит работу нашего бота. А по идее, мы должны после запроса на свечи просто их сразу же и анализировать. Так, попросили его сделать анализ до вебсокета, до запуска вебсокета и после запроса свечей. Чтобы все происходило максимально быстро. Итак, получили ответ. Уже скопировали его, вставили. И давайте запустим, посмотрим. Так, почему-то так же долго это анализируется. GPT как бы сделал все правильно, но, опять же, у нас запросы идут последовательно. Из-за этого это делается долго. Поэтому нужно попросить GPT сделать это все синхронно, чтобы выполнялось максимально быстро. Итак, получили ответ. Обновленная функция main. Давайте заменим ее. И наша функция для анализа свечей. Теперь давайте попробуем запустить, посмотрим, будет ли работать. Но работает все так же последовательно, то есть нет скорости. А скорости нет потому, что запрос на свечи у нас делается последовательно. И вот тоже нужно делать асинхронно. Говорим об этой ошибке GPT и просим ее исправить. И, наконец-то, все работает. Итак, часть по определению тренда у нас работает. Запросы на тренд у нас работают, но почему-то не работает дальнейший код. Здесь мы видим ошибку, что сервер отклонился к единению вебсокета. Давайте посмотрим, почему. Ну, точнее, сначала спросим чат GPT. Итак, возьмем обновленную функцию нашу для подключения к вебсокету. И посмотрим, станет ли лучше. Я пока ограничил наш список в 10 символов. Так, лучше не стало. Итак, ошибка у нас была в том, что здесь было написано vs. И через данный URL сервер отклонял соединение. Поэтому нужно было использовать данный URL. Без vs, просто с перечислением стримов. Итак, теперь у нас все работает. Итак, теперь у нас все работает. Получаем тренды. И вебсоке также работает. Свеча закрылась. И мы получаем также обновленные тренды. То есть, что мы имеем? Сначала мы делаем запрос на все символы, все торговые пары на фьючерсах на Binance. И по ним уже делаем запросы на свечи. Все происходит максимально быстро. Весь наш код асинхронный. И мы анализируем торговые пары фьючерсов. Дальше мы подключаем асинхронный вебсокет и продолжаем анализировать закрытые свечи по всем нашим отобранным парам. Также смотрим их тренд, пересечение и RSI. И ждем сигнал на покупку либо продажу. И давайте теперь сделаем какую-то небольшую структуру проекта, потому что все в одном файле не должно быть. создадим дата-сортинг и туда уже перекинем наши функции, которые сортируют всю информацию. Также сделаем файлик exchange info, чтобы там получать всю информацию от биржи. То есть, наши пары, наши свечи. И также еще создадим файл с вебсокетом. Расчет EMAI и RSI также можно отправить в дата-сортинг. Итак, заметил ошибку, что не всегда верно определяется тренд. Поэтому немножко попросил GPD поменять функцию. Так, теперь у нас определяется все верно. Я проверил, значит, аптренд. Видим, было последний раз пересечение снизу вверх. Проверил еще несколько пар. Все работает. Итак, ролик вышел достаточно длинным. Давайте, если наберем 500 просмотров, 20 лайков, то сделаем уже следующую часть, где я добавлю, естественно, с чатом GPT сюда ордера. И вместо обычных написаний сигналов у нас будут настоящие ордера. Я запущу бота на пару дней, думаю, торговли. И посмотрим, как он проторгует. Также пишите ваши комментарии для продвижения видео. Это очень помогает развитию канала. Также помните, 10 июля у нас начинается обучение. Все подробности в телеграм-посте. Там все я расписал подробно. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в телеграм. Друзья, также помните, что если вам нужна помощь в разработке проекта, то вы можете написать мне в телеграм, и мы с командой сможем помочь вам в этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!